и всем привет дорогие друзья с вами как обычно дриллер русская рыбалка 4 и озеро старая строк на котором мы сегодня своим попробуем пофармить серебро проверим несколько точек попробуем несколько видов ловли но естественно естественно попробуем пофармить серебришка на этом замечательном выдаем чеки и так время у нас друзья вечер и я предлагаю попробовать плавить леща на вот такая сборочка а fleur 64 1 номер крючка в принципе все более менее стандартно я буду ловить на кроповик петлевая оснастка ну и клипса здесь 20 20 метров получается яма грубо говоря прямо перед нами я буду забрасывать наверное на край острова а клипс уже поставил 4 вот забыл этот момент но окей первая удочка на заброшено так сборочку я вам уже показал фонарик включаем а координаты 27 54 по карте d4 то есть вышел с базы на левой ты уже грубо говоря у координат вроде бы вроде бы но опять же это не точно здесь клюет в данный момент и лещ это мы проверим вторая сборочка в принципе идентична только здесь а второй номер пучка но виду того что у меня нет первого если вы не обратили внимание я ловлю не нас на не на основном аккаунте а на аккаунте который у меня 26 уровня на котором нет опять же топовых всяких снастей нет full прокачки как бы да нет прямо для кого-то это важно хотя я разницы особой как бы не вижу но для кого-то это действительно важно и в общем мы будем пробовать ловить и пытаться опять же фармить серебро а третья сборка в принципе идентична предыдущие но здесь стоит плюрокарбоновый поводок не на 64 она 7 и 7 килограмм уже так что такие дела в принципе здесь я клипса также будет 20 метров и естественно забрасываем ну куда-то в сторону острова надеюсь получится здесь половить леща надеюсь он здесь есть и надеюсь как бы да надеюсь что мы пофармим сегодня с вами серебришка ну хотя бы монеточку 300 мне наверное хотелось бы за час заработать но как я уже сказал ночь это будет лещ а днем мы пойдем ловить щуку да этот аккаунт у меня хоть и неуверсальный прям прям но здесь есть как бы спиннинги такой нам не нужен есть небольшая прокачка по спиннингу поэтому как бы я могу себе это позволить то есть у меня будет супер дьюти как бы это окей по прокачке спинговая ловля все 37 2 процента ловля вращалкой прокачано ловля воблером прокачано ноут ловля спинговым собственно удилищем прокачан только на 5 из 5 и кстати смотри мне катушка не прокачано о как ох что я заметил на самом-то деле то есть мне нужно будет в дальнейшем если развивать этот аккаунт а его нет нет развиваю как бы да ну прям крайне редко скажем но есть такие моменты а то нужно будет катушку однозначно прокачать и но опять же такой момент а 26 level прямо нет прокачивается все это дело долго и чтобы заполучить еще эти два заветные очка мне кстати говоря нужно смотри сколько миллион 100 опыта это достаточно много на самом-то деле и вряд ли это скоро получится реализовать но тем не менее мы попробуем когда-нибудь когда-нибудь действительно я думаю будет и 27 и возможно даже 30 но виду того что я очень редко играю это будет сделать как бы очень сложно ловить щуку мы будем хотел сказать между речи нет друзья не между речи как же называется это локационная лащина сона лащине попробуем половить на самые обычные воблеры ввиду того что мы только что я думаю сами видели что спинговая ловля прокачана на 30 сколько там 37 процентов или 34 ну короче еле-еле грубо говоря так что тут никаких джерков никаких попперов просто приходим берем воблер и пытаемся ловить щуку может быть еще чем пакует ну опять же что можно спиннинг клевать еще конечно же многим нелюбимый окунь мне кажется больше тут особых вариаций нет щуку ловить ночью такая себе идея поэтому вот я даже туда не стал рыпаться скажем так сейчас попробуем плюс точку как бы проверить 274 ну как я уже погляжу лишь но немножко есть как бы довольте поклевочки какие-то вот плюс опять же пока ночь пока щука не активно мы немножечко половим вещать тем самым может быть ключевое слово не знаю что будет но монет 100 я думаю должны заработать здесь я как бы хочу заработать хотя бы соточку лучше конечно же больше но тут уж как говорится как повезет поэтому буквально сейчас наверно до скольки до 6 утра наверно и сразу тогда вот так вот раз и в сонной лощине мы уже находимся прям по-быстрому можно конечно раньше отправиться и ну честно говоря не знаю посмотрим как будет клевать так это чё у нас калач да немножко не привык я к таким кнопкам ввиду того что у меня на основном аккаунте все по-другому ладно это я отклоняюсь от тем уж извините посмотрим как будет клевать лещ может быть я тут немножечко и под задержусь так на щуку можно было бы сорваться и часа в четыре но если будут поклевки примерно вот такие как это вот сейчас то есть три штуки я поймал да вроде как бы окей и все и какой-то знаешь ли затишье непонятное но посмотрим вот покровочка где-то где-то слышно средний средний карповик сработал теперь крайний лещ выбирает свою наживку которая больше понравится давайте посмотрим вообще понедельным рекордом у нас сегодня восьмое число записываю до ночью так подожди лещ 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 старая строк то есть full на кашу горохую так ну окей давай так еще интересен такой момент африк срабатывает замечательно потому что тут как бы хоть и 14 килограмм но поводки то вот кита относительно тонкие ну как тоже тонкие 7 килограмм такой нету взял тоже посмотрим что здесь и я все же буду потихонечку ловить если будет что-то что-то интересно естественно я с вами поделюсь покажу и естественно расскажу но это как бы наживка здравствуй ну откровенно говоря друзья крайне непосредственно отловился на этих координатах всего 16 хвостов но как бы был один небольшой нюанс который отобрал мне немножечко времени у меня почему-то крашнулась игра такое будет у меня крайне редко но действительно игра крашнулась и пришлось перезаходить небольшой промежуток времени и конечно же потерял но тем не менее даже несмотря то что я потерял 16 хвостов не так-то и много а крупных каких-то вещей я к сожалению не наблюдал единственно что ну окей один попался на 38 в основном все килограммовые посмотрим что будет нас ожидать и на месте где мы будем ловить щуку а мы уже скоро будем на месте и собственно я уже на месте и кстати давайте знать что с вами сделаем я предлагаю сделать следующий момент ну к примеру флюрокарбон 20 килограмм пусть тот же первый номер крючка будет и наживка сыр клипса где-то давай 11 метров уберем прикорм берем прикорм а на линяк с этим нет никакого прикорма нет на линяк с этим нет ну ладно давай без прикорма просто на сыр попробуем забросить одну сборочку а вторую сборочку мы с вами забросим на картошку и поставим все прикорм на амура где у нас картошка окей также сделаем наверно метров а метров десять даже давай сделаем надеюсь я сильно мне это мешать не будет спиннинговой рыбалки но я как бы кавычках пришел по фармить на этот подаем поэтому какая разница какая рыба будет как бы клевать да главное чтобы клевала и так я на картин так 53 13 друзья здесь я буду пробовать ловить щуку по компасу это все 313 а по карте это h9 ну мало ли кто не знает что по сборке у меня супер duty кс 78 леска 19 стальной поводок с этим мы заменим с вами на флюрокарбон 28 но флюрокарбон 28 здесь стоит только для того друзья чтобы щука не откусила мою приманку да конечно трофейная и да может быть даже не трофейная но крупная щука может вкусить но вероятность как бы будет поменьше если на такой вот толстый флюрокарбоновый будет поводок если бы я поставил 19 то шансов было бы больше да у меня леска конечно не такая прочная как поводок но поводок здесь для того только чтобы щука не откусила они для того чтобы там якобы поводок был самой слабой снастью кстати это что-то я забросил крайне близко давай начнем с допустим 14 скорости но опять же данный заброс это это проба пера скажем так нет нужно забрасывать естественно подальше потому что таки вряд ли что-то вы видели этот момент только что искал что вряд ли что-то поймали нет конечно же безусловно я вряд ли что-то поймал я не поймал ничего собственно это мясо кстати на сыр но клюнуло прям под самым берегом жалко не засеклась до конца но как бы начала уже радует давай попробуем шивтом забрасывать туда а ну в принципе окей тут теста понимаете 15 грамм как бы это вообще троллинговые как бы палки у меня по большей части потому что супер дютики есть еще чуть с более низким тестом и они как бы будут выигрышнее смотреться но и есть еще как бы другой момент у меня же не прокачана катушка я показывал это в начале а это собственно минусы к дальности заброса есть первая поклевка на картошку кстати смотри я вроде за щукой пришел они за амурами да по всей видимости донки не стоит на и разобрасывать ну да ладно пусть уже стоят вдруг что-нибудь интересное но десяточка это как бы неплохо я вам скажу единственный только минус опять же как уже говорил спинку меня простаивает бы хотел и на спиннинг щука резика половить как бы так тогда есть еще другая сторона как бы медали да посмотрим есть еще хэви но это скорее сюда тут чисто троллинговая light 5 килограмм однозначно нет по щуку поэтому я все же буду ловить вот так вот то есть такой вот сборочкой да я забрасываю конечно недалеко где у меня есть чай какой-нибудь чай попить чтобы энергия на фулочку было так и вот момент опять же что на сыр клюет плотва давай только плотва не будешь мне еще отвлекать но тут опять же чтобы наверно отвлекало имеет смысл вообще достать кроповик из воды и как бы ловить только спиннингом ну ладно я усложну себе задачу но в некоторых моментах это быть может будет даже получше может быть я на донку наловлю здесь больше чем чем на спиннинг потому что поклевочка была пока пока что только одна и ту я как бы не реализовал к сожалению но не засеклась и рыбка поэтому щука щука ушла причем неплохая такая была мне кажется где-то на трешку ну может быть на двушку точно а может быть даже и трешка фиг знает единственно еще один момент кстати нужно попробовать разные скорости разные проводки может быть имеет даже смысл с шифтом действительно пробовать сейчас будем что-то пробовать потому что первая поклевка время кстати уже почти половина десятого это щучка это зачетная кстати 900 грамм но тем не менее начало есть первая щука в садке буду пробовать разные проводки естественно если буду что-то ловить буду говорить какая проводка какая скорость если это кому-то интересно но по большому счету как мне кажется все же скорость проводки нужно подбирать индивидуально то есть акушок 500 грамм потому что опять же я ловлю на наргу в данный момент у вас может быть калибр либо еще чего-нибудь либо вообще венга какая-нибудь да здесь передатка кстати сколько передатка данной катушки 43 а вы там на венгу ловить у вас 57 по моему 51 соответственно скорость уже будет совершенно другая так что лучше скорость подбирать себя но опять же я наверное сторонник того момента что щупу нужно ловить на более быстрых скоростях ну мне так почему-то ну может хочется не знаю зато смотри нет нет спиннинговая ловля прокачивается это как бы тоже небольшой плюсик кстати забыл сказать наверно по крючкам у меня здесь стоят в принципе стандартные которые были покупные в магазине то есть как купил воблер ничего абсолютно не менял то есть крючки не ставил там не с опушкой не с ватрушкой но опять же для щуки лучше самые обыкновенные поводки без использования там всяких всяких этих опушек и так и тому подобное самые обычные крючки ставим и рыбачим как бы так что у нас тут амур тоже который который собственно мясо пойдет это так я конечно надеялся что у меня на сыр нет нет может ли не чик будет клевать но пока что только амур и поклевки и те незачетные как бы да и там полу платвичку 1 200 грамм и ловил как бы все 79 грамм и даже незачетный а если я правильно помню у меня же здесь до добычи наживки позволяет ухты позволяет делать живца прокачиваться собственно через и живцов ладно друзья буду рыбачить потихонечку будет что-то интересное обязательно вам сообщу покажу и все расскажу кстати друзьям решил попробовать проводку 50 плюс shift и дает свои скажем так плоды смотри 1 щука на 2 600 2 щука почти двушку мне кстати нравится этот момент не же я там на такой на 15 скорости до пытался отвечать картошечка еще один по крайней мере еле-еле зачетный амурчик всего-то на трешечку ну вот 50 скоростью где-то оборот пауза твичинг в принципе появляется поклевки были без две проводки две рыбы 3 проводка 3 рыба но это окунь к сожалению 800 грамм ну в принципе неплохой акушарик пол трофея можно сказать неплохой такой экземплярчик 6 килограмм опять около самого берега ну и проводочка была примерно вот такая смотри значит скорость 18 делаем оборот где-то до пкм то есть твичинг остановка и так вот по кругу пкм остановка я думаю понятно да что я имею ввиду грубо говоря крутишь крутишь пкм нажимаешь девушка остановочку вот на остановке она просто таки у меня и клюнула по всей видимости друзья это крайняя поклевочка щучка однозначно здесь есть нет нет поклевывают впрочем как и амур было бы у меня больше катушек что не знаю я бы поставил две сборки на амура то есть когда у меня хоть и две сборки карповых но здесь стоит калибр там фрикцион убит уже на 25 процентов если мне моя память не изменяет ну и как бы картошку ставите на такую сборку но честно говоря я не имею желание можно было бы конечно калибр поставить на спиннинг но все же я думал я гадал что будет клевать хорошая щучка но по факту самая большая только на 6 килограмм это всего как бы одна и очень даже можно было бы ставить титан на супер дьютик то есть на спиннинг и ловить непосредственно ним щуку так как крупные опять же не было а на карповик поставить наргу и пытаться ловить амура потому что амур да действительно есть хороший есть неплохой там десятки по моему залетал и в принципе как бы да можно было бы наверное какое-то количество серебра все же пофармить немножко вот так вот комбинируя то есть и спиннинг и как бы донка но опять же при том условии что у вас это все есть спиннинг и как бы донка ну то есть карповики но с другой стороны если как бы вам уж под надоели скажем карповики в принципе супер дьютик такой стоит ну что около 1000 монет 700 800 это как бы не так то и дорого и потихонечку можно полавливать когда надоест тем более ребята мне уже в комментариях пишут да этом донками донками ловлю но все же взял начальный стартовый спиннинг который мне там дали при регистрации нет нет его тоже покидываю потому что ну немножко наскучили донки постоянно я имею ввиду донки сейчас пойдем получается я уже час ровно час ловлю одну минуту тут с вами пытаюсь что-то разговаривать сейчас естественно пойдем смотреть что получилось за час рыбалки это и ловля леща не особо удачная и это ловля амура и это ловля щуки сделаю перезаход то есть выход из игры зажатой клавишей shift опять же для тех ребят не знает как это делается ошибки зажимаем и и как бы вперед а ну и сейчас посмотрим кафешку и посмотрим сколько удалось удалось за час по фарм хочется опять же 300 монет ну хотя бы 300 монет ну сейчас посмотрим что из этого выйдет в принципе щучки есть только подожди опять же есть такой момент у меня есть незачетная рыба которую я конечно же хочу порезать виду того что здесь это еще не все прокачано и нет нет как бы это нужно естественно прокачивать что в дальнейшем там gold нажив какую-то добывать но это прям я заглядывал в далекое будущее что ли да потому что докачаться до 100 процентов по приготовлению наживки но это достаточно тяжело тем более без премиум аккаунта как бы а здесь как вы знаете у меня премиум аккаунта нет поэтому опять же это очень и очень тяжело и если собираетесь прокачивать нажив прикорм либо еще что-то лучше все же купить премиум на несколько дней и прокачать докачать потому что без прямо вы действительно только больше серебра потеряете серебро как бы отфармиться а прям прям не пополнится тут только сам когда ты его пополняешь так какие-то мы все сделали кафешку опять же посмотрим уголь трофейный есть трофейный лещ блин как жалко что я его не поймал есть и щука 99 монет это прям радует действительно карпа трешки к сожалению карпов у меня нет если был бы амур от трешки на 30 монет это было бы прям вообще шикарно прям действительно шикарно но к сожалению нет или не а к сожалению я тоже не поймал несмотря то что я пробовал по крайней мере у нас и ловить а в дальнейшем конечно я поставил выползка и на выпуск а там пару кушков по моему залетела но тем не менее две щуки две щуки мы сейчас зададим с вами и это уже 100 монет давайте будем округлять потому что ну 99 100 монет грубо говоря за час уже есть это уже в принципе неплохо это только с кафешки теперь давай рыбный рынок смотреть по лещам за ночь даже меньше наверное чем за ночь вышло 98 монет ну как я и говорил где-то соточку да вот по щуки у нас тоже за часок 86 напомню что я сдал две щуки еще в кафе это соточка тоже как бы хорошо ну окунь как бы карп чешучит и вот это мы рассматривать с карасем не будем еще амурочка немножко мы половили опять же не час получается 40 минут где-то да ну тоже 69 монет такое себе и все это дело выходит на 278 монет плюс 100 кафе можно было бы сделать сильно больше это 370 давай 377 монет но в принципе 370 монет для строго я считаю это неплохо это не вау конечно какой-то результат но это неплохо я считаю неплохой не такой я бы сказал скучный фарм то есть не тупо один лещ не тупо один там амур это и спиннинг это и опять же лещу и краповики там и крупная мелкая рыба принципе почти 400 монет за час для строго да это нормально не знаю может быть конечно вы склоняетесь к другому мнению напишите свое мнение пожалуйста в комментариях но я считаю что 370 монет это нормальный фарм для строго тем более это не топовые снасти это самые грубо говоря начальные там да не прям уж самый начальный но среднячок такой еле-еле опять же это строк так что вот такая рыбалка у меня получилось на озере старый острог если ролик понравился не забываем ставить лайки а также подписываться на канал а также не забывайте делиться в комментариях если пробовали ловить рыбу примерно так же как и я сколько у вас вышло может вы пробовали щупку и закрыли трофейную делитесь с этим в комментариях у меня же на этом все с вами был как обычно дриллер русской рыбалка 4 всем трофейной рыбы и до скорого друзья друзья